привет друзья вы на канале рукоделие наслаждение и с вами наташа дует очень рада сегодня наконец-то я дождалась этого дня когда я могу записать итоговое видео за февраль о моих проделанных работах вязальных я всегда с нетерпением жду этого видео потому что все что я вяжу она не носится она лежит ждет по этого итогового видео вот а после видео уже можно начинать носить сразу вот хочу начать свой эпизод с того что как вы можете заметить у меня как вы можете заметить ну в общем я вам не показываю пряжу которую я разыгрывала у себя на канале в честь десяти тысяч подписчиков и первая победительница я не смогла найти контакты и так получилось что я выбрал вторую победительницу я и написала письмо по моему 15 февраля ну как и думала ждать до 14 февраля и она сразу же прислала мне свой адрес и я получила его и пару дней позже пряжа поехала в россию но конечно жалко что она не дойдет до 8 марта потому что мне сказали что будет идти примерно от 6 до 8 недель и они точно не знали сколько раз там на границе россии сколько она там подождет посылка вот но я надеюсь что она очень благополучненько дойдет и людмила ее получит и что-то свяжет себе и будет очень приятно и будут будут у нее воспоминания такие вещественные о канале рукоделия наслаждения а вам сегодня я хотел бы прочитать историю людмилы которую она написала история очень интересная и хоть уже рождество прошло но я все равно прочитаю вам эту историю особенно потому что у меня все равно за окном много-много снега поэтому чувствуется рождество доброго время суток я из россии вы знаете так уж получилось что я родилась в семье священнослужителей мой дедушка и мой прадедушка были протеерея протеереями и поэтому празднование рождества христова для нас и моей семьи всегда было особенным праздником во первых всегда в этот день насколько я помню было очень солнечно и практически всегда были морозы сильные и ней и на стеклах расписанные узоры я дула на эти узоры они таяли и смотрела через этот растаявший глазок на улицу где было так сказочно сугробы все деревья и не особенно березы это неописуемая красота это нужно видеть а воздух какой был воздух в этот день мы всегда ходили колядовая читали стихи и поздравляли всех с этим чудесным праздником заходили к соседям друзьям просто к чужим людям нам всегда открывали двери всегда нас угощали конфетами выпечкой некоторые давали денежки сам по себе этот праздник очень волшебный а мой дедушка был очень похож на деда мороза длинная седая борода и я я вспоминала всю эту картину замиранием сердца для меня в детстве это была сказка особенно вечером когда зажигалась елочка очень старой кружки на ней были и атмосфера прикосновения чуда никогда не забуду эти моменты детства своей жизни вот моя небольшая история постаралась описать эмоциональное состояние души всем желаю мира и добра с уважением людмила вот история очень очень интересная очень красиво спасибо людмила за то что вы но взяли это время описали свою историю чувства я сама в детстве с братом мы всегда ходили колядовать у нас был маленький баян мы играли он играл и мы пели песни рождественские нам всегда давали очень очень много конфет и деньги и самое интересное что там где я жила вот на рождество когда дети ходили колядовать были большие мальчики которые поджидали нас и всегда хотели отобрать деньги и конфеты поэтому мы так как мы ходили с таким маленьким аккордеоном у нас был чехол от аккордеона такой знаете ну вот они деревянные такие большие были мы туда прятали свои конфеты и деньги когда мы выходили из подъезда и эти большие пацаны хотели у нас отобрать наши конфеты то мы говорили что нас не пустили никуда и конфет нам абсолютно не дали и почему-то они не догадывались проверить этот чемоданчик так как пакет был пустой они проверили пакет пустой отпустили нас так мы хранили наши конфеты опасно было второе что я хочу быстро сказать в виде у меня вот эти прекрасные цифры сзади меня прекрасные цветы это потому что мне исполнилось 40 лет феврале я очень-очень этому рада и в субботу 29 февраля у меня было день рождения но 25-го день рождения мы праздновали кругу семьи так как это был вторник и гостей приглашать во вторник но мало кто придет поэтому я сделал день рождения в субботу и у меня было такое день рождения с 3 часов до 8 и по канадской традиции называется как прийти уйти день рождения то есть но люди кому когда удобно приходили и уходили вот это празднование растянулась на столько часов и было но так и считала короче 29 человек за все это время пришли вот мне так приятно было что они взяли это время уделили мне пришли посетили меня вот но из тех кто пришли конечно были друзья которые уехали в мексику отдыхать или на кубу или еще куда-то вот тогда они но не пришли но я так ждала ждала этого праздника своего дня рождения и я очень-очень рада что все получилось и атмосфера была хорошая и ну в общем я думаю что мне этот праздник запомнится на много-много лет но это в принципе то чего я хотела да и подарки были но вот когда старше становится я поняла что вообще для меня даже не подарки а просто вот подарки да это приятно это хочется это я не говорю что я не ценю подарки оценю и мне приятно вот но приятно было то что люди взяли время пришли и постили все давайте теперь перейдем готовым работам я периодически буду туда смотреть потому что у меня лежит шпаргалочка чтобы я ничего не забыла вам рассказать вот начну я с первой готовой работы это из вот этого кардигана вообще если честно я хотела в этом кардигане снимать видео но так жарко в доме что я просто зажарюсь так как он был связан из мохера вот поэтому будет достаточно и толстенького мохера вот но у меня я поставлю вам ссылочку на видео я делаю неделю готовых работ и там я именно в этом кардигане и видео очень короткое там буквально четыре минуты и вы сможете увидеть как он смотрится на мне вот я вот такой длинный полосатый кардиган вязала я его из таких вот не совсем приглядных моточков этикетки вот даже вам покажу смотрятся очень неприглядно вот все таки вот у меня просто было некоторых там три моточка некоторых один моточек некоторых там еще что-то это все толстенький мохер большинство из него мохер с акрилом кроме кроме вот этого цвета этот мохер и 50 процентов мохер 50 процентов шерсть остальные из них мохер 50 процентов где-то и остальной акрил вот и в серенький цвет я добавила у меня была такая блестящая ниточка тоненькая с пайетками и я вот именно в серый цвет только добавила и мне кажется хорошо украсили украсился этот кардиган он был колючий пряжа была колючая но после стирки стал он очень мягенький то есть я могу его спокойно одевать на футболку с коротким рукавом без проблем а когда я вязала я думала что я смогу его одевать только на футболку с длинным рукавом вот я им очень довольна единство пуговички я бы хотела сюда немножко другие но это проблема пуговички проблема для меня магазин но нет у меня такого магазина куда могу пойти выбрать то есть не только онлайн нужно заказать либо какие-то бабушкины пуговички покупать магазин вот поэтому я пришила то что у меня было и если у меня появится возможность то есть я где-то найду подгодящие пуговички тогда я перешью кардиган слегка узковатый на меня впереди когда расстегнуты вообще отлично когда застегнуты немножко вот тут вот в районе груди и талии расходится но я очень надеюсь но мои малышки только еще пять месяцев поэтому я очень сильно надеюсь что я вернусь свои размеры и смогу носить этот кардиган то есть мне если парка грамм похудею я уже хорошо на меня если же я к следующей осени не похудею тогда я просто вот эти пуговки вот здесь я просто прошью но нитками пряжи прошел чтобы буду просто носить как свитлер а не как кардиган и тогда швы не будут расходиться если я прошу я так делаю иногда со своими рубашками если руки раздвигаешь и между пуговками расходится я просто там на машинке прострачу прям по шву не видно ничего и зато хорошо себя удобно чувствуешь ничего не расходится где вот это моя первая готовая работа а вторая моя готовая работа это который я вязала из вот этой пряжи который мне подарил магазин мир вышивки но сайт у них мир крестиком . ру вот и это пряжа кашемир стопроцентный кашемир 25 грамм 75 метров у меня было три моточка 2 моточка коричневых было цвет 890 темный а светлый был 0 0 25 молочный и я вязала берет из них берет вязала сверху вот от этого хвостика начинала сверху вниз вязала и здесь у меня такой вот край подгибала я кетлевала здесь у меня резиночка 11 здесь лицевая гладь весь идет лицевой гладь узор хотела взять с книги помните мне на рождество подарили книгу там с кем-то и маленькими узорами но я не нашла никакого подходящего узора но мне так хотел связать поэтому взяла быстренько и нарисовала его сама вот мастер-класс будет подробный по петельной по этому берету спасибо магазину мир вышивки что подарили мне эту пряжу что я могла попробовать пряжа вообще невероятно она столько мягкая когда дева берет на себя я даже забываю что он у меня на голове и думаю почему у меня голова такая теплая потому что не знаю какой тонкой мягкий легкий но что хочу сказать эту пряжу пряжа после стирки он он как мерино знаете у меня начал расплываться я же его хотела ну знаете на тарелку одеть отблокировать но он начал растягиваться и побольше тарелку он еще больше начал растягиваться я думаю ой 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 что же у меня будет что же будет из этого берета но потом когда он высох я его бросил в сушилку и у меня горячим воздухом сушился и он становился меньше но но он не свалялся ничего видите все петельки хорошо видно и я его засушила до своего размера вот ну и как я вам сейчас найду спинку вот и я как хочу вам сказать что я его не носила потому что хотел показать сначала готовых работах но потом когда его поношу немножко я хочу проверить нужно ли мне эластическую резиночку ставить сюда или нет вообще в готовых работах его уже в готовых неделю готовых работы его уже показывала как он на мне смотрится вообще когда я ввязала он был еще меньше вот такой берете конечно под куртку это все смотрится лучше потому что здесь такой еще вот и довольна я им хочу тоже может сделать описание на английском языке мастер-класс на русском вот и буду носить я останавливала на паузу потому что там пришли мой муж сына вот надеюсь что я смогу записать видео и что не будет очень много посторонних звуков я думала я успею до их прихода записать ничего следующая моя готовая работа это вот эта без рукавочка маленькая хорошая вот она вязалась из пряжи сарлак стопроцентный як и здесь 50 грамм 200 метров пряжи кстати сделано в россии и я вязала эту без рукавочку от нее я получила массу массу удовольствия пряжа она очень прекрасная до до того как я постирала а после как я постирала это вообще вообще невероятно что-то она очень легкая смотрите здесь всего лишь 50 грамм до всего лишь маленький моточек дает такую огромную безрукавочку спинка у меня удлиненная то есть я вывязывала росток и вывязывала удлинение спинки здесь я уже пошла прям по манжетам резиночку один на один да и вот здесь под рукава под ручкой сделать уж такую маленькую резиночку один на один вот она очень классно на нее съела я боялась что горловиночка узкая знаете и поставила пуговки но даже без того чтобы растягать она одевается и садится назад и что интересно что я думала резинка вообще будет не держаться да вот но видите растягивая она идет назад или вот как по низу даже вот конечно когда держишь это изделие в руках сразу хочется для себя связать какой-то джемпер или кардиган потому что пряжа но очень-очень а ведь она и эластичная все и по вот этой безрукавочки тоже записывала мастер-класс это на ребенка от 6 до 12 месяцев довольно я очень довольна этой работой это пряжа это был подарочек от веры у меня тоже есть не вера на этой подкаст и она мне подарила поздравила малышку с рождением вот чтобы я для меня что-то связала и вот если за следующей моей законченной работой эти носочки здесь я немножко кривые потому что блокаторы короткие и не хватает вот но они у меня это из пряжи который я сама красила у меня получается мото они весят 76 до 70 грамм и у меня еще остался здесь 49 грамм еще осталось вот на эти пасмы они немножко больше до чем 100 грамм идут красила и я уже говорила жалость то что они немножко разного цвета у меня потому что я как-то неправильно покрасила пряжу вот но они очень красиво здесь такой узор идет видите простенький зигзаг здесь лучше вот пятка бумеранг оказалась внизу вверх 2 вместе потом бисточку отдельной по отдельности вязала все вам покажу похвастаюсь и уже это для моей старшей дочери и уже ей отдам она будет носить так как я их вязала два месяца вот наконец она дождалась и хорошо что еще снег на улице что она еще успеет поносить дальше моя последняя готовая работа это носочки из вот этой пряжи пряжа была это вот такая вот от нашей местной красильщицы и это как лисица называется цвет это пряжа ручного окрашения у меня осталось от пасм еще 47 грамм здесь и на нее уже претендует мой сын потому что он хочет такие же носки как у мамы а носки вот они они еще у меня на блоке на блоке находятся они кстати высохли уже вот классно смотрится вязала два одновременно хотела чтобы они были одинаковые где-то на этом уровне у меня пряжа уже начала на полметра отставать один цвет и вот поэтому как здесь видно можно пятки здесь полосочка голубая меньше чем здесь делала забытую пятку потому что чтобы спереди цвета полоски не менялись потому что если сразу вывязывая пятку тогда спереди будет цвет меняться я я хотел что полоски все были в правильном правильном очередности и вот здесь смотрите у меня я вот эту пятку закрывал мне только две петелечки светлого цвета здесь вот целая полоска светлая вот но из-за того что пряжа уже начал отставать и хоть я и старалась ее подогнать когда пятку делала все равно так получилось но я им очень рада я их сделал подлиннее потому что я хочу их носить кроссовки под бриджи чтобы они у меня торчали и видно было всем эти красивые цвета пряжу я говорила что я купила на фестивале волокна ради пряжи ехала хотел куда полосатую пряжу личного украшения купить этот цвет меня покорил абсолютно и до сих пор я его люблю то есть я их казала целый месяц и от этого цвета не устала и я сняла мастер-класс по этим носкам полностью и все эти три мастер-класса скоро выйдут на моем канале но проблема в том что их нужно смонтировать а это берет время и у меня такая программа и все допотопное такое что берет очень много сил и терпения теперь давайте перейдем к моим процессом то что у меня на спицах к сожалению к со мной переходит в март этот джемпер сильвен который я вяжу из пряжи айс это описание бесплатно на сайте navita и дизайнер сари нортланд можно заходить скачивать это прям описание бесплатно и вязать там узор все расписано все размеры вот и я на таком этапе нахожусь и мне очень жаль что я его не довязала этот джемпер он то я резинку помните еще осенью связала там ждала спицы очень долго потом снова взялась а потом спицы у меня были заняты с другим проектом круче ждал меня ждал этот джемпер он мне до сих пор нравится до сих пор я хочу его связать и носить то есть я но знаете вот начинаешь что вязать и перегораешь то есть они не перегорела я этот и теперь я думаю мне подружка вяжи хотя бы по 10 рядов в день не откладывай вот следующий мой проект из вот этой вот пряжи это парка мирина и здесь 400 метров 100 грамм это 55 меринос 25 нейлон и 20 процентов альпака из этой пряжи я вязала кардиган для своей свекрови у меня есть канал на канале есть мастер-класс называется кардиган они такого цвета и потом у меня осталось почти чуть 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 меньше чем 200 грамм и я решила вязать шаль шаль тоже будет они на нас тем же узором как кардиган просто нет блокированный поэтому не видно и у меня здесь буквально остается довязать может быть четыре ряда вверху полку это такая вот и когда я ее от блокирую она будет конечно побольше размером я ее тоже вяжу очень долго не потому что она долго вяжется потому что я редко возвращаясь к этому проекту следующий мой проект очень-очень маленький классный из моих подарки но я об этой пряжи на больше расскажу когда буду говорить о своей новой пряжи когда у меня появилась а но не могу вам не показать этот проект я мечтала попробовать эту супермодную пряжу да вот эту меховую я в одном магазине оффлайн трогала ее но в том магазине она была такая жесткая ну знаете вот как искусственный мех такой неприятный а это подарок который мне подарили видят здесь даже кролик нарисовано не на верху здесь нарисован даже кролик потому что она по ощущению от я котика своего плажу и вот это очень-очень мягкая пряжа и я вяжу снутрубу из него и здесь у меня вот это вот это 150 граммовый моточек вырезался вот и у меня есть еще один я его буду тоже вывязывать и это основа труба я тоже делаю мастер-класс для тех может кто хочет тоже связать из такой пряжи снутрубу и как для меня на весну он классно потому что зимой ветры очень сильные и будет продувать а весной глянька приятная будет очень хорошо вот и последний мой процесс который тоже я вам показываю так обещала что я его закончу здесь только резинка из вот этой вот пряжи пряжа это 85 процентов меринос каш и 15 кашемер здесь в 100 граммах 220 метров вот к она и она очень мягко и приятно я решила не крашу но связать шапку и нужно довязать вверх и узор я уже подобрала вот дальше перейдем к моим покупкам что я купила на во первых я купила вот такие вот две корзинки проекты здесь такая ручка есть ведь они здесь как алюминиевые идут я купила для того чтобы вязать когда вяжу из бобильной пряжи тогда не неудобно как в проектную сумку сложить потому что пряжа падает а вот в корзинке будет удобно вот я думал вообще деревяненькую знаете как соломы купить на там пряжа зацепляется а вот здесь тряпчанное тут алюминиевое должно нигде ничего не западать еще это будет очень удобно когда летом я и выхожу во двор песочницу и я там вижу и у меня если сумка или пакет ветер раздувает и она падает а вот это будет идеально то есть я буду сидеть и вязать и мне не будет в траву моя пряжа падать и так давайте перейдем к покупкам покупки я тоже сложила такую корзиночку и покупала я сочную пряжу вот одна три бобинки купила вот такой вот пряжи это lion brand сок из я предполагаю что это тоже полосатая пряжа но здесь стандартно все 400 метров в 100 граммах и 75 процентов шерсть и 25 процентов нейлон здесь 100 грамм и кстати это пряжа сделана в италии я удивилась потому что я думала что это фирма вообще-то американская но да действительно адрес фирмы в америке но пряжа делается в италии очень классно скрутка мне очень очень нравится и здесь цвета меня тоже покорили они похожи на те мои полосатые носки и выбор пряжи был очень маленький вообще-то я пошла купить себе одну коричневую одну розовую для того чтобы вязать жаккардовые носки но естественно выбора не было и я купила вот эти три молочные из молочного хочу такие с японским узором носочки связать у меня есть описание царю нордланд она мне его подарила и я хочу связать и носочки а из этих двоих я думала из этой полосатой мыши сузать а вот эти себе вот и хочу заодно попробовать пряжу как какой-то который я могу легко в легком доступе в оффлайн магазине купить то есть пойти купить и поэтому решила попробовать а вот это пряжа здесь у меня еще вот это пейнбокс это пряжа я ее очень-очень давно давно смотрю на нее наконец-то я ее купила она они не должны быть полосатые они должны быть именно такие полосочки как зебра то есть ну как не до конца полоски дайте а именно как зебра здесь тоже 75 процентов только здесь супер вошву и 25 процентов полиамид и что метра тоже сделаны кстати в италии метраж я так понимаю такой же самый но что интересно что интересно что она как бы похоже да не две виталии сделаны с этой пряжи но по качеству вот это намного выше кажется но посмотрим как носиться будет и еще вот такой вот купила я не знаю какой узор она будет ложиться мне кажется может какие-то немножко полоски и немножко точечки разных цветов но в общем я ее тоже себе купила на моя дочь младшая я и красила пряжу такую ярко-синюю чтобы связать носочки но она сказала что она хочет такую более тускленькую и выбрала эту поэтому это не будет для меня носочки это будет для нее для моей второй дочери которой 15 лет сейчас это будет для нее то есть вот этим 5 5 моточков то есть 500 грамм пряжи я купила в этом месяце дальше давайте перейдем к подаркам так я вам на титульную страничку то видео поставлю картинку мне подарили знаете букет из пряжи это моя подружка наташа она здесь не только живет и она сделала для меня такой букет из пряжи некоторую пряжу уже оттуда по моей дочь взяла и начала вязать кардиган поэтому и темно синие белую поэтому я вам ее не покажу а вот эту покажу то есть эти все моточки это все один вид пряжи называется свару это акриловая пряжа здесь 50 грамм примерно 38 метров каждом моточки и она вот такая интересная она как переплетена шнурочка видит к толстенько вот и они все такие и я их собрала разложила в определенную палитру и это будет кардиганчик для моей дочери который три годика и я так рассчитываю что если я для нее свяжу такой длинный насколько хватит то есть я начну регланом сверху вниз вязать кардигана всегда не хватает и она у меня такая хрюша что стирать нужно будет часто и вот и свяжу и такой кардиганчик и потом моя вторая дочь когда подрастет тоже сможет носить еще в этом букете были вот такие вот пряжи это вся пряжа бернат вот такая вот пухля чушечка . и из нее то есть у меня вот таких от 4 это тоже акриловая пряжа 50 грамм 82 метра что здесь а это нейлоновая пряжа у меня такие вот есть красненькие это будет для дочки кардианчик которые три годика это для малышки можно связать что-то и 1 пряжа это тоже бернат только это хлопковая пряжа из нее я свяжу тряпочку для мытья посуды да мне нравится такие вязать разная с разными узорами вот еще и свяжи то что с рукодельной связано буду показывать вот же вот это пришло ко мне от веры вот это пушистик два было таких пушистика и еще она не прислала журнал у нас есть такой журнал называется мэйки и из всех этих журналов я хотел только один вот этот черно-белый журнал и и как-то так получилось что вера его именно выбрала для меня но подарок да такой эстетичный красивый белая пряжа и черно-белый журнал и мы его полистаем вязание блоге моем следующем я вам покажу какие здесь модели вообще что здесь приглашает предлагается то есть это там не только вязание там разные рукоделия разные вещи такие вот еще одна подружка моя канадская зовут марта она тоже знала что я люблю вязать и она подарила мне тоже пряжа берната на вас здесь распространена из такой пряжи я уже вязала я вязала у меня есть джемпер я вязала своей дочери тоже мастер-класс есть коралловые рифы там полосками коралловыми и таким кремовыми также из этой пряжи я вязала снут который очень-очень популярный мастер-класс на моем канале и варежки тоже вязала для своей подружки вот и это называется grey mist heather а это называется teal два цвета вот они по 100 грамм и что-то я из них свяжу вообще думала может быть докупить еще один серый и один такой вот голубой связаться и на кардиган полосатый но я посмотрю что из этого сделан вот и последний пряжный подарок тоже очень другой очень отличается это два вот таких вот огромных плюшевых по моему это пряжа плюшевая до называется вот смотрите из нее вяжут пледики из нее разные вещи вяжут здесь в каждом из них 300 грамм то все вместе это 600 грамм это полиэстер и здесь 201 метр в каждом из них и из них я хочу связать плед для своей бибочки вот так получается что сыну нотка там 5 лет и дочки которые три годика я вязала для них какие-то пледики ну пока беременная была а вот для своей младшей который вот последняя родилась который пять месяцев я для нее пледик не связала мы еще с верой говорили как-то получается что плед для нее я не связала и моя подружка света она купила для меня вот эту вот прекрасную пряжу цвета мне кажется очень красивая да вот и из нее я свяжу плед надеюсь что хватит на плед но принципе мне огромный плед нужен я хочу связать такой небольшой чтобы вот весна начнем сюда вот корсид автомобильное сиденье так накрыть можно машине потому что она у меня такая большая она у меня из этого автомобильного сиденья которые для новорожденных деток она из него вырастает обычно дети там могут ездить до годика она уже вот эти ремни они уже еле-еле закрываются но я надеюсь что я ее там продержу потому что у меня в автомобильном сиденье есть такой мешок меховый куда я ее застегаю а если пересажу в сиденье уже для постарше детей но тем более нужно чтобы она хотя бы сидеть научилась дошли хотя бы шесть месяцев было чтобы она в сидячем сиденье ну как бы голова там не залипалась и тогда можно и будет пледиком накрывать вот это все мои процессы готовой работы покупки подарки вот еще даже такую вот чашку красивую получила две тоже цветы вот мне очень нравится эти цвета вот эту с собой воду принесла потому что часто сухо сегодня хорошо и так я хочу сказать вам что в этом месяце подвести итоги я купила 500 грамм пряжи конечно видите что у меня появилось намного больше пряжи но я договорилась так с вами что подарки я считать не буду в ту пряжу которую я купила осознанно да но купила я 500 грамм пряжи хотя не собиралась особо ничего покупать а извязала пятьсот шестьдесят пять грамм то есть я на 65 больше извязала в этом месяце вот чему я очень очень рада потому что я хочу стараться уменьшать количество пряжи которые у меня на полках лежит а не увеличивать но конечно с подарками сложно да не увеличивает на и вообще пока не покупать пряжу сложно вот я буду стараться следующий месяц еще больше как-то оторваться нам а в сторону разрыв чтобы у меня шел уменьшение пряжи они увеличения вот еще у меня в планах на этот месяц подремонтировать некоторые вязаные вещи то есть у чего-то там резиночка растянулась там вот например голубой жаккардовый свитер да нужно рукава распустить перевязать вот такие разные вещи которые я хочу переделать а видео часто абсолютно круто видео видео я хотел бы вам посоветовать о мой подружки веры вера нет подкаст у него последний эпизод 15 который вышел там как она рассказа тоже про готовой работы процессе а в конце у нее есть такая целая большая секция она рассказывает именно пряжи халатной и рукой так внимательно слушала и забыла да я думала записать еще эти понятия но сам факт в том что например вы берете какое-то описание или вы берете мастер-класс и вы покупаете пряжу с тем же самым метражом да например там на 100 грамм 200 метров вы покупаете эту пряжу вы начинаете вязать и почему-то у вас не плотность вязания не сходится и изделие не получается то есть не подходит изделие и она рассказывает именно о том как пряжа была разница в том как пряжа была подготовлена и почему пряжа с одним и тем же весом и метражом может не подойти к описанию или к мастер-классу и если понять вот эту разницу тогда можно правильно подбирать пряжу и попадать в плотно связание то есть я посмотрела это видео и для меня это было очень-очень познавательно может вы конечно это уже знаете и обращали на это внимание но я не обращаю но я тоже видел как пряжу досмотришь на добре опасны одинаковый метраж одинаков вес но реально они по-разному смотрятся по толщине я не понимала почему вот на посмотрев это видео теперь мне кажется я понимаю больше вот но я вам оставлю ссылку если вы захотите пройдите посмотрите то есть начале видео там идет нормальный эпизод нормальный стандартная в конце вот такой кусок я не знаю там последние 15 или 20 минут именно обучающий курс можно так это назвать вот это все что я вам хотела рассказать за февраль а вот это вы сегодня уже начало марта я постараюсь день два поставить на этих выходных это видео снег у нас вчера вроде бы совсем немножко таял а день до этого 1 марта у нас вообще такая пурга пурга была очень сильно потом вроде бы как плюсовая была температура сегодня опять очень холодно то есть но у нас март наверно еще будет холодный но надеюсь что начнет таять уже хотя бы немножко в некоторых местах я уже кусочки земли видела сухой травы вот на большинство конечно все еще покрыто снегом вот снега да много у нас есть манитобе вот но надеюсь что может к апрелю уже там потеплеет вот но буду вязать буду стараться и буду записывать вязальные влоги постараюсь домонтировать мастер-классы потихонечку ставить чтобы могли тоже вязать вот и на этом все чудо прощаться спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии хорошие хорошие комментарии вот но все всем пока